Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и это обзор пятого тура супертурнира Альтибокс Норвей Чес, который проходит с 4 по 14 июня в норвежском городе Ставангере. Давайте посмотрим, какие интересные события принес нам пятый тур. В пятом туре играют Шахрияр Мамедьяров с Александром Грещуком, Дин Лежень с Ливоном Ароняном, Максим Вашьевограф с Магнусом Карлсоном, Уэсли Со с Виши Анандом и Юин Гуй с Фабиано Куруаной. Белыми играл Дин Лежень, черными играл Ливон Аронян. Конь F3, D5, G3, конь F6, слон G2, E6, рокировка слон E7, D4, рокировка, конь D2, B6, на доске у нас дебют ферзевых пешек, C4 играет Ливон Аронян, слон B7, CD, ED, B3, A5. Играют черные с идеей подцепить пешку на поле B3 и создать контратаку на ферзевом фланге. Конь E5 и A4, вот она новинка. Ливон Аронян изобретает интересную жертву пешки. БА и ферзь E8, вот она идея. Мы видим, что пешка на поле А4 атакована. Ферзь C2, но конь C6, пока Ливон Аронян не торопится и защищает пешку на поле C7. Слон B2, слон D6, ладья C1, конь D8, A5, очень грамотно скидывает обратно пешку День-Лежень. И после ладья бьет А5, А4, ладья А7, E3, конь E6, H4, пытается расшатать позицию на кролевском фланге День-Лежень. Ферзь А8, в это же время Ливон Аронян уводит все фигуры на ферзевый фланг, показывая то, что он не боится атаки. Конь F3, ладья E8, слон F1 и C5. Играет здесь вот так вот активно Ливон Аронян, хотя точнее было сыграть ладья D8. После же хода C5 в распоряжении День-Лежень имелся сильный тактический ресурс, который он не нашел. Он сыграл слон B5, продумав 30 секунд, но здесь был очень сильный ресурс А5. И вот здесь как раз можно подумать, для чего белые отдают пешку. Ведь можно сыграть БА, но лучше сыграть C4, сохраняя закрытый характер позиции. Но после АБ ладья бьет А1, ладья бьет А1, белые остаются со здоровой лишней пешкой. Ферзь D8, ладья B1 и выясняется, что пешку на поле B6 не успевают черные взять, ввиду угрозы слона А3 и всяческих перегрузок. Здесь будет у черных все зависать и нетрудно убедиться, что черные как минимум потеряют фигуру в случае взятия. Поэтому черные, к примеру, сыграют конь Е4, слон А1, защищая пешку на поле B6, F6, конь G4, H5, конь G2 и G5. И вот здесь борьба была бы очень интересная и острая. Но вот покажу ловушку на А5, что будет, если сыграть БА. Неожиданно после ДС слон бьет C5, белые выигрывают мощным ударом конь бьет F7. Вот такой вот жертвой коня и после короля бьет F7, слон бьет F6, разрушая прикрытие черных. Нельзя брать пешкой ввиду ферзь бьет H7, король бьет F6, приходится играть и конь G5. И вот здесь очень неприятный ресурс, то что слон на поле C5 зависает. Мы отвлекаем коня на поле Е6, угрожает также и взятие пешки. Слон D6, слон H3, белые атакуют без фигуры, как ни в чем не бывало. И после G6, готовя бегство короля, ферзь B2, D4, слон бьет Е6, владя бьет Е6 и F4. И вот здесь везде в вариантах у белых большой уже перевес, близкий фактически к решающему. Ну, повторюсь, что решиться на такую жертву было, конечно, абсолютно нереально. Это компьютеры так легко находят, а человеку вообще понять, что можно так вот занести, как говорится, пожертвовать коня практически на равном месте, невозможно. Поэтому слон B5, день лежения этот ход не поднял, последовал водя Е7. И после DC, BC, ферзь D1, H6, А5, конь D8, А6. Позиция стала примерно равной. Ну, вот здесь был ключевой момент в партии. После хода конь D8, вот здесь вот А6, значит, день лежения таким вот образом сыграл. Хотя было сильнее сыграть конь C7 вот здесь за черных. То есть не конь D8, а конь C7, как раз препятствуя ходу А6. И в этом случае после слон Е2, конь Е4 у черных сохранялся небольшой, но стойкий перевес. А после хода конь D8 последовала А6, и позиция быстро упростилась. После слон бьет А6, слон бьет А6, ладья бьет А6. Конь C4 нашел вот такой вот блестящий ресурс, день лежения. И после ДС ферзь бьет Д6, смотрите, какая красота. Все зависло у черных, ферзь попал, соответственно, встает под бой ладьи. Ну, понятно, что на взятие следует ладья бьет А8. Поэтому ладья бьет А1, ладья бьет А1, ферзь бьет Ф3, ферзь бьет Е7. Конь Е4, жертвуя коня. И после ферзь бьет Д8, король А7, выясняется, что пункт на поле Ф2 незащитим у белых. Приходится играть ладья Ф1. И после конь бьет Ж3, такой вот красивой жертвой, угрожает мат на поле Х1. Взятие коня вынуждено. Ну и здесь соперники согласились на ничью, поскольку черные соскакивают, объявляя вот такой красивый вечный шах. Тут, можно сказать, была интересная борьба. И то, что соперники нашли возможность заничейиться, никоим образом, соответственно, их мы ругать за это не будем, поскольку ничья действительно получилась красивая с борьбой. И эта партия ушла у нас на Армагеддон. Ну а мы с вами идем дальше. Белыми играл Максим Вашилограф, черными играл Магнус Карлсон. Е4, С5, конь Ф3, конь С6, Д4, СД, конь бьет Д4, конь Ф6, конь С3, Е5, конь Б5, Д6, конь Д5. Итак, соперники Магнуса, играя белыми, раз за разом упираются вот в эту самую челябинскую стену. Конь бьет Д5, ЕД, конь Б8, А4, слон Е7, слон Е2, рокировка, рокировка, король А1. Значит, конь Д7, король А1, А6, конь А3, конь С5 играют черные, нападая на пешку на поле А4. Конь С4, защитили пешку ладьей. А5, Ф4, ЕФ, слон бьет Ф4, и у черных образовалась слабая пешка на поле Д6. И Ф5, здесь играет Магнус Карлсон, это новинка. Партия предшественницы, которая игралась между двумя малоизвестными шифматистами по переписке, там черные просто играли Б6. Но Ф5, слон Д3, и теперь Б6. Позиция примерно равна, ферзь Е2, слон А6 играет Магнус Карлсон, и здесь Максим Вашевограф нашел блестящий, можно так сказать, разменный вариант. То есть, он играет конь, бьет Б6, временно жертвуется фигура, но здесь все связано с тем, что перегрузки конкретные. То есть, видите, ферзь перегружен, он защищает слона. Приходится брать на Д3, тогда ЦД, ферзь бьет Б6, ферзь бьет Е7, слон бьет Д3, ферзь Е6, шах, король А8, ферзь бьет Д6, и после этого на доске как Мамай прошел, и соперники здесь сразу же все разменяли, и моментально все упростили, и перевели игру в мертво-ничейное окончание с разноцветными слонами. То есть, вот таким вот образом Максим Вашевограф, начиная на 18-м ходу, провел вот эту вот блестящую комбинацию, которую позволило ему просто очень быстро сделать ничью с чемпионом мира Магнусом Карлсоном, и эта пара также ушла на Армагеддон. Идем дальше. Белыми играл Шахрияр Мамедьяров, черными играл Александр Грищук. Ц4, конь Ф6, конь Ц3, Е5, конь Ф3, конь Ц6, Е3, Д5, ЦД, конь бьет Д5, на доске у нас английское начало, система четырех коней. Слон Б5, конь бьет Ц3, БЦ, слон Д6, Д4, слон Д7, рокировка, рокировка. Итак, конь Д2 играет здесь Шахрияр Мамедьяров, и это новинка. Ферзь Х4 играет Александр Грищук, прицеливаясь к пешке на поле Х2, Ж3, ферзь Х6, слон Д3, ладья Е8, конь Е4, слон Е7 и Ф4. Играет Шахрияр Мамедьяров, и теперь после Ф5, слон С4, шах, король Х8. Вот здесь вот Александр Грищук сыграл красиво, он сыграл ДЕ, атакуя слона на поле Д7 своим ферзем, но ладья Д8, защитились, конь висит, конь Ф2, конь А5. И на самом деле у черных хорошая компенсация, ввиду того, что у белых ослабленный король, ну и плюс пешки раздробленные. Слон Д3, слон Б5, опять же связка очень неприятная, приходится играть ферзь С2, слон бьет Д3, конь бьет Д3, ферзь С6, конь Б2, конь С4, мы видим, что черные фигуры развили достаточно серьезную инициативу, ферзь Е2, конь А3. И здесь после конь Д1, конь С4, конь Б2, конь А3, конь Д1, конь С4 соперники вопросительно посмотрели друг на друга и в последний раз повторили позицию, после чего также ушли на Армагеддон. Ну вот мы видим, что опять же продолжается ничейная засуха и игроки хотят именно испытывать судьбу в рулетку, в так называемую рулетку, поскольку Армагеддон это настоящая рулетка, там побеждает даже не тот, кто фактически лучше играет, а тому, кто ему просто больше везет и кто меньше зевает, поскольку качество игры в Армагеддоне оставляет желать, конечно же, лучшего. С точки зрения, естественно, анализа. Ну а так, за этой борьбой всегда интересно наблюдать. Идем дальше. Белыми играл Уэсли Со, черными играл Виши Ананд. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6, слон А4, конь Ф6, рокировка, слон С5, С3, Б5, слон Б3, Д6, на доске он с испанской партией, архангельский вариант, А4, слон Б7, Д3, А6, Водяй Е1, рокировка, конь Д2, конь Е7, и здесь следует новинка от Уэсли Со, ход конь А4. Ход достаточно интересный. В партии предшественницы играли конь Ф1, конь Ж6, конь Ж3, вот таким вот образом переводили коней. Ну черные играли Д5, Д4, и здесь заворачивалась такая вот заварушка в центре, мы видим, что все пешки вошли в соприкосновение, и здесь победит тот, кто просто лучше играет в шахматы, поскольку позиция действительно очень богатая. Конь Х4 играет Уэсли Со, следует Водя Б8, АБ, АБ, конь Ф1, слон С8, Х3, слон Е6, слон Бет Е6, ФЕ, и после конь Ф3, конь ушел не словно хлебавший, видите, что черные не пустили коня ни на поле Ф5, ни на поле Ж6, поэтому пришлось ретироваться. Б4, конь Ж3, БЦ, БЦ, позже не абсолютно равные, конь Ж6, Д4, слон Б6, слон Е3, конь Д7, конь Д2, ЕД, ЦД, Е5, конь Ф3, ферзь Ф6, конь Ф5, конь Е7, конь на поле Ф5 не удерживается, произошел размен, ладья Ц1, ладья Ф7, Д5, закрывает игру Уэсли Со, но у черных фактически только одна слабость, это пешка на поле Ц7, которая легко защитима, слон Бет Е3, ладья Бет Е3, и конь Ц5 ставя пломбу, закрывая, соответственно, на действия ладей, ну и дальше, в принципе, можно без комментариев, поскольку позиция абсолютно равная, и соперники немножечко еще так поиграли, походили туда-сюда, но в итоге, конечно же, результат партии не изменить, черным даже удалось коня на поле Д4, значит, впилить, но белые перекрылись конем на поле Ц2, видите, ни в коем случае нельзя брать из-за удара ферзь бьет Ф2, и черные побеждают, ну а так получилась очередная гроссмейстерская ничья. Ну что ж, пока все складывается не так радужно, мы с вами наблюдаем бесконечные гроссмейстерские ничьи, идем дальше. Белыми играл Юин Гуй, черными играл Фабиано Круана, Д4, конь Ф6, конь Ф3, Д5, С4, Е6, Ж3, ДС, слон Ж2, С6, конь Е5, на доске у нас каталонское начало, слон Б4, слон Д2, слон Е7, Е3, Б5, А4, и так, белые подрывают, делают стандартный плановый ход, Б4 играет здесь Фабиано Круана, и после конь БЁЦ4, конь Д7, новинка. Стало понятно, что Фабиано Круана хорошо подготовился в этом дебютном варианте, и мы видим, что вот таким вот скидком пешки черные начинают проводить план. Б3, слон А6, слон стоит на поле А6, слон С1, ладья С8, и позиция черных перспективнее, поскольку мы видим, что черные увели все фигуры из-под боя страшного слона на поле Ж2, и готовы подрывать центр белых ходом С5. Слон Б2, С5, конь Д2, рокировка, рокировка, СД, слон бьет Д4, Конь С5, ладья С1, конь Д5, конь Е4, и конь С3 играет Фабиано Круана, продумав 33 минуты. То есть вот здесь вот Фабиано Круана думал достаточно долго, они могли, черные, попробовать конь бьет Е4, слон бьет Е4, Ф5, слон Ф3, слон Ф6, вот таким вот образом перегруппироваться, поставить слона на поле Ф6, ну позиция была бы примерно равной. Конь С3 же играет Фабиано Круана, изобретает интересный такой вот ход, понятное дело, что логика в том, чтобы, соответственно, далее где-то попалась ладья на связке, на коня, поддавить, пешка на поле Б3 слабая, ну в общем, мощный такой, что называется, гроссмейстерский замысел, не зря Фабиано Круана думал здесь 33 минуты. Ферзь Ж4 же играет Юэн Гуй, также продумав большое количество времени, 11 минут 40 секунд, и грозит матом в один ход. Конь Е2, шах, интересное очень отвлечение, то есть конь, опять же, Камикадзе встает под бой. И после ферзь бьет Е2, конь бьет Б3, кажется, что вроде бы связка коня на поле С4 вечная. Угрожает, например, конь А5, слон Б2, играет здесь Юэн Гуй, хотя намного сильнее было сыграть ладья Д1, и после конь бьет С1, ладья бьет С1, ферзь С7, конь Д2, белые здесь держатся. После ладья Д8, у белых здесь хорошая позиция, на самом деле, черным надо доказывать, за что они, соответственно, пожертвовали. Ну мы видим, что сейчас позиция такова, что у белых две фигуры за ладью. Итак, слон Б2, играет Юэн Гуй, следует конь бьет С1, ладья бьет С1, и вот здесь Фабиано Круано уже реально ошибается, играя Е5. Слишком творчески начал играть американский супергроссмейстер, лучше было бы просто ладья бьет С4 сыграть, и на ладья бьет С4 слон бьет С4, ферзь бьет С4, ферзь Д7. И здесь, несмотря на то, что у белых две фигуры за качество, ладья идет на поле С8, все фигуры черных очень активны. Самое главное то, что они доминируют по открытым вертикалям С и Д. Е5 же играет Фабиано Круано, слон бьет Е5, подумал Юэн Гуй и эту пешку забрал. Ферзь Д7, ну идея в чем? Чтобы заманить фигуры белых под неприятные связки. Угрожает, например, видите, и ферзь Е6, и ферзь напал на пешку на поле А4. Слон Д4, играет здесь Юэн Гуй, заранее уводя слона из-под удара. Ладья Д8, слон Ф1, слон Б7, слон Ж2, слон А6. И вот здесь опять же угрожает ферзь Е6. Очень неприятная связка, отыгрыш коня грозит фактически. И поэтому Юэн Гуй не нашел здесь ничего лучшего, как после слона Ф1, слон Б7, слон Ж2, слон А6. Согласиться на ничью ввиду троекратного повторения. Ну, можно так сказать, что здесь реально Юэн Гуй перепугался. Позиция его, конечно, получше, но ничего решающего не видно. И соперники опять же решили, как говорится, поставить судьбу партии, именно перевести игру в Армагеддон. Ну что ж, все пять партий в классической части закончились у нас в ничью. Поэтому мне не остается ничего иного, как вместе с вами смотреть партии Армагеддона. Итак, смотрим. Белыми играл Дин Ли Жень, черными играл Ливон Аронян. С4, конь Ф6, конь С3, Е5, конь Ф3, конь С6, Е3, слон Б4, ферзь С2, слон С3, БС, рокировка Д3. На доске у нас английское начало, система четырех коней. Д6, слон Е2, Е4 играет Ливон Аронян. Сразу же, соответственно, мы видим, жертвуя пешку, но портя белому структуру. ДЕ, ладья Е8, конь Д2, конь Ж4, новинка. Ну, в партии предшественницы ферзь Е7 играли черные с идеей отыграть пешку. Ф3, Б6, конь Б3, конь Д7, рокировка конь Е5 и у черных получилась отличнейшая позиция с компенсацией. Конь Ж4, новинка, Х3, ферзь Х4. Вот так вот напрямую Ливон Аронян пытается проломить Дин Ли Женя. Ж3, ферзь А6, слона по-прежнему, ой, вернее, коня по-прежнему брать нельзя, висит ладья. Слон А3, Б6, Ф4, конь Ф6, слон Ф3, слон Б7. Ну и позиция устаканилась и упростилась. 3-0, конь А5, Ж4, конь Д7, угрожала Ж5, вилка, Ж5, ферзь Е6, Ф5. Кажется, что белые очень серьезно захватили инициативу, но ферзь Е5 и у черных также есть цели, атаки. А самое главное, что у белых король слабенький. Ладья Ж1, конь С5, ладья Ж4, слон С6 и уже угрожает слон А4. Неприятный ход. Слон бьет С5, ферзь бьет С5, ферзь Д3, ферзь А3, висит пешка на поле А2, король Б1 и Б5. И вот здесь Дин Ли Жень не выдерживает и играет король А1. Ошибается. Ну, опять же, если играть СБ, то это зевок. После ладья Б8 черные побеждают, поскольку мы видим, что они сразу же здесь начинают смертельную атаку. Король А1 же сыграл Дин Ли Жень. Ход кажется логичным, прячемся. Ну, а ладья Б8, ферзь С2 и конь бьет С4. Конь бьет С4, БС и здесь ферзь С1. Понимает уже Дин Ли Жень, что позиция его тяжелая. И пытается упростить игру, переведя ее в окончание. Но не забываем, что по правилам Армагеддона ничья устраивает только черных. Белых ничья не устраивает, их устраивает только победа. Только в этом случае они получают дополнительное очко. Ладья Б1, С1, Ж6. Но как вот здесь вот, что называется, что здесь можно сделать? Позиция мертвая. Ф6, ладья Е5. Ладья Б1. Ладья бьет Б1, король бьет Б1. И дальше особо без комментариев. Ливон Аронян выиграл пешку. И, соответственно, мы видим, что здесь черные без всякого риска играют на победу. Но соперники в итоге после ладья А6, А3. Ладья бьет А3. Вот такой вот красивый соскок. Нашел день лежения. Ну, понятно, что ничью-то можно сделать. Но, как говорится, ничья-то в пользу черных. И вот здесь после Ф7, ладья Ф3, Ж6. Пешки черных идут. Но король Б5. Ж7. Ладья бьет Ф7. Ж8 ферзь. Ладья Ф1, король С4. Ладья Ф2, король С3. Ладья Ф3, король Д4. Следовало играть король Д2. Но, опять же, повторюсь, что позиция это скорее ничейная, нежели выигранная. Поскольку витают здесь в воздухе именно крепости. Тут же игра Шуа на нервах. 55-й ход. Нужно как можно скорее пройти контроль. Только после 60-го хода начинают добавляться заветные 3 секунды. Ладья Д3, король Е4. Д5, король Е5. Король бьет А5. Ферзь Б8. Ну и дальше без комментариев, поскольку черные получили мощнейшую позицию. Две взаимозащищенных пешки с ладьей. И Белый Ферзь не в состоянии абсолютно ничего сделать. Поэтому долго-долго-долго-долго соперники еще плясали, танцевали. Но в итоге все равно пришлось смириться День Лежиню с Неизбежным. И, соответственно, фиксировать в этой партии ничью. Ничья была зафиксирована на 97-м ходу. Фантастика. И таким образом дополнительное очко получает Ливон Аронян. Всех, соответственно, фанатов армянского суперграссмейстера поздравляю. Ну а мы идем дальше. Белыми играл Максим Вашилограф. Черными играл Магнус Карлсон. С4, Е5. Конь С3, конь Ф6. Конь Ф3, конь С6. Ж3, Д5. СД, конь бьет Д5. Слон Ж2, слон С5. На доске у нас снова английское начало системы четырех коней. Очень популярная система, которую соперники играют с завидной регулярностью. Рокировка, рокировка. Д3, Д6. А, А6. Слон Д2. Конь Ф6. Конь А4. Новинка. В партии предшественниц игралась ладья С1 ранее. Но конь А4 сразу задавая вопрос слону на поле С5. Слон Б6, ладья С1. Ладья Е8, слон С3. Е4. Играют черные. И после ДЕ конь бьет Е4. Ферзь бьет Д8, ладья бьет Д8. Опять же, черных-то устраивает ничья, а белым надо играть на победу. Но без ферзей, конечно же, против Магнуса Карлсона на победу играть тяжеловато. Слон Е5, ладья Е8. Конь Б6, АБ. Слон С7, ладья бьет А2. Конь Е5. Слон Ф5. Конь бьет С6, БЦ. Ф3, конь Д2. Ладья Ф2, угрожая ходом Е4 выиграть фигуру. Но Магнус на чеку. Ладья бьет Б2. Е4, слон Е6. Слон Е5, ладья Б5. Ладья бьет Д2. Ладья бьет Е5. Ладья бьет С6. Ну и борьба у нас перешла в мертвое окончание. Тяжелые фигурные со слонами. И дальше, в принципе, опять же, можно без комментариев. Поскольку Магнус Карлсон очень просто сделал здесь ничью. Так как его ничья устраивала. Ну а здесь, соответственно, никакого риска нет со стороны черных. И вот здесь вот соперники уже начали повторять позицию. И на 46 ходу было зафиксировано мирное соглашение. Что означает то, что Магнус Карлсон побеждает в Армагеддоне и получает дополнительное очко. Идем дальше. Белыми играл Шахрияр Мамедьяров. Черными играл Александр Грещук. Д4, конь Ф6. С4, Е6. Конь С3, слон Б4. Конь Ф3, рокировка. Слон Ж5, С5. На доске защита Немцовича. Ладья С1. СД. Конь бьет Д4, А6. Слон Х4, Д5. Е3, Е5. Играют черные после конь Ф3. Д4. Вот таким вот тараном идут, что называется, на белых. ЕД. ЕД. Ферзь бьет Д4 и ладья Е8, новинка, припасенная Александром Грещуком. Слон Е2. Ферзь бьет Д4, конь бьет Д4. Конь С6. Итак, мы видим, что черные обрели достаточно хорошую инициативу. Они нападают на коня. Слон бьет Ф6. ЖФ. И здесь белые не сыграли конь ДБ5, что давало, конечно, им в итоге перевес, поскольку угрожает конь С7. Сыграли робко, конь С2. Последовал слон бьет С3, БЦ и конь Е5. И оказывается, что у черных есть сильная компенсация. Угрожает не только конь бьет С4, но и конь Д3, вилка. Конь Е3, слон Е6. Пешка на поле С4, скорее всего, будет не жилец. Рокировка. Ладья С8. Ладья Д1, ладья С5. Ладья Д4, ладья С8. Х3, конь бьет С4. Отыгрывает пешку, соответственно, в удобной редакции Александра Вещук. И самое главное то, что еще и пешка на поле С3 оказывается под боем. Слон бьет С4, слон бьет С4. Ладья Д7, ладья С7. Взяли-взяли. А3. Понятное дело, что после конь бьет С4 и ладья бьет С4 ничья в пользу черных. Именно это обстоятельство заставляет Шахеяра Мамедьярова придумывать что-то. А3, слон Е6. Ф4, ладья С5. Ж4, Ф5. Король Ф2, король Ж7. Король Ф3, король Ф6. А4, Б6. С4. Ну, что тут придумаешь? Позиция черных просто явно лучше, поскольку у них пешки на ферзьевом фланге гораздо лучше, нежели раздробленные пешки А4 и С4, которые требуют защиты постоянной. Ладья А5. И вот здесь уже не выдерживают нервы у Шахера. У Шахрияра Мамедьярова. И он играет ладья Д1. Просто отдавая пешку. Ладья бьет А4, ладья Д8, ладья А3, король Е2, ладья А2, король Д3, ладья Н2. И после ЖФ, слон бьет Ф5, здесь уже Шахрияр Мамедьяров просто сдался. Ну, поскольку это шаг, потом затем теряется пешка еще на поле Н3, получается безнадежное ладейное окончание у белых. Вот так вот не сложилось. Не сложилось по игре у азербайджанского суперграссмейстера. Так как черные спекулировали все время разменами и переходом в ничейные окончания, черным проще, соответственно, играть в Армагеддоне, как мне кажется, поскольку их устраивает ничья даже. А на супер уровне, как мы видим, сделать, то есть добиться победы по заказу белыми достаточно тяжело. Итак, идем дальше. Белыми играл Уэсли Со, черными играл Виши Анант. Д4, конь Ф6, конь Ф3, Д5, Ж3, С6, слон Ж2, слон Ф5, С4, Е6, конь С3, конь Д7, конь А4, слон Ж6, ферзь Б3, ферзь Б6 и С5. Играют белые, и это новинка. Ферзь А6 не меняется на поле Б3, значит, Виши Анант, поскольку после этого действительно у белых будет очень простая игра. Конь Ж6, АЖ, Е4 прорываются белые, Б6, ЕД, ЕД, СБ, АБ, слон Ф1, Б5, слон Д3, слон Д6, рокировка, рокировка, обе стороны закончили развитие, слабостей у черных нет. Ферзь С2, ферзь А7, конь Е2, ладья С8, слон Е3, С5. Итак, черные проводят плановые продвижения С5 и полностью уравнивают игру. ДС, слон БЮЦ С5, слон БЮЦ С5, конь БЮЦ С5, слон БЮЦ Б5, ферзь Б6, слон Д3, конь БЮЦ Д3, ферзь БЮЦ Д3, ферзь БЮЦ Б2. Ну и снова у нас позиция упрощается, и дальше можно, в принципе, без комментариев. Разменялись у нас ферзи, и здесь черные очень легко переходят в ладейное окончание, мертвые ничейные. Отвлекают, соответственно, своей пешкой белых, и ничего не остается белым, как согласиться на ничейный исход партии, поскольку играть уже абсолютно нечем. Опять же, вот здесь Виши Аннет очень грамотно засушил и получил дополнительное очко в Армагеддоне. Ну вообще, конечно, как-то скучновато, согласитесь, складывается сегодняшний тур. Все классические партии завершились в ничью, и еще и четыре партии на Армагеддоне также завершились в ничью. Надеюсь, что следующая пара нас порадует. Идем дальше. Белыми играл Юин Гуй, черными играл Фабиано Круана. Е4, С5, конь Ф3, конь С6, конь С3, Ж6, слон С4, слон Ж7, рокировка А6, А3, Е6. На доске у нас сицилианская защита, которая как раз именно, можно так сказать, дает игру в Армагеддоне на все три результата. То есть ничейный результат здесь маловероятен. Д3, конь Е7, слон А2, Д5, черные проводят контрудар. ЕД, ЕД, слон Ж5, А6, слон Х4, Ж5, слон Ж3, рокировка. Х3, слон Е6, ферзь Д2, конь Ж6. У черных, в принципе, очень хорошая позиция. Конь Е2, Ф5, ладья Е1, ферзь Д7. И угрожает где-то Ф4, слон бьет Х3. Вот такие вот удары начинают уже витать в воздухе. По аналогии в партии Виши Ананда, который разгромил буквально просто Дин Леженя. Б4, Ф4, слон Х2, ЦБ, АБ и король Х8. Здесь промедлил Фабиана Круана. Намного сильнее было сыграть А5, сделать вот такой контрудар. На слон Б3 просто АБ выиграли пешку. Ну, Б5, если мы продвигаем, то просто конь может пойти на поле Е5, к примеру. Или на поле Е7, далее на Ф5. В общем, у черных здесь великолепная игра. Король Х8, Ц3, ладья Д8, король Х1. Слон Ф5, конь Д4, ладья Е8. Конь бьет Ф5, ферзь бьет Ф5, Д4, ферзь Ф7. Слон Б1, ладья Е1, ладья Е1, ладья Е8. Борьба упрощается. Слон Ж1, играют белые. Ну, у белых преимущество двух слонов, которые пока никоим образом не сказываются, потому что позиция закрыта. Начинаются длительные маневры. Ладья бьет Е1, конь бьет Е1. Конь Е7, ферзь Д3. Ферзь Е6, конь Ф3. Мы видим, что кони у черных взаимно завязаны. Конь никуда уйти не может по причине угрозы мата. Также конь на поле Е7 не может ходить, потому что потеряется собрат на поле Ж6. Слон Ф6, конь Е5. Слон бьет Е5, ДЕ. И вот этим пользуется, соответственно, Юин Гуй и вносит сумятицу. Ферзь бьет Е5, Ф3. И слон оживает с решающим эффектом. Слон идет на поле Д4. Позиция вскрылась. И теперь уже два слона реально задышали полной грудью. И у белых явный перевес. Ферзь Е1, поэтому пытаются Фрабиана Курана не выпустить слона. На король Х2 следует ферзь Ж3 с повтором позиции. Слон С2, король Ж7. С4, ДС, ферзь бьет С4. Позиция вскрывается. Ну и дальше после конь Х4, ферзь Д4, король Ф7, слон Б3, король Е8, ферзь Д6, угрожая ходом ферзь Б8. Конь Ф5, ферзь Б8, король Д7, ферзь бьет Б7, король Д8. Слон С4. Очень точный ответ. Если забрать пешку на поле А6, то это приводит просто к ничьей. Черные объявляют вечный шаг и таким образом получают дополнительное очко. Поэтому слон С4, следим за полем Ф1. Юингуй очень сильно на самом деле проводит эту партию. Конь С8, слон бьет А6, теперь пешечку можно забрать. Поле Ф1 снова под контролем. Мы видим, что у белых уже образовалась лишняя пешка. Конь Д6, ферзь А8, король Е7, слон Д3. Конь Е3, ферзь А7. Яркий пример на самом деле борьбы двух слонов против двух коней. Хотя позиция и закрытая, но мы видим, что невозможно добраться черным до белого короля. Король Е6, ферзь А2. Король Д7, значит, Б5. Вот уже пешка пошла. Ферзь Д1, слон Е2. Ферзь Е1, слон Д3. Ферзь Д1, ферзь Е2. Конечно же, Юингуй не соглашается на повторение позиции, поскольку ничья его не устраивает. Ферзь С1, король Х2. Х5, слон Ф2. Наконец-то слон вышел на свободу. Ферзь Е1, ферзь С5. Пришлось вот так вот уже играть, вставать под связку. Король Ж1, король Б6. Ферзь А1, угрожая смертельным ходом ферзь А6, поэтому взятие вынуждено. Конь Б5, ферзь Б2, но создается неприятнейшая связка. И здесь Дин Лежень уже все рассчитал до самого конца. Король С6. Поменялись, 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 поменялись. И оказывается здесь, что пешечник очень тяжелый у черных. Конкретно просто безнадежный, потому что пешка на поле Е3 теряется. И после король Д5, король бьет Е3. Король Е5, Ф4. Король Ф5, король Ф3. Белые захватывают оппозицию и выигрывают пешечное окончание. Здесь Фабиано Круана сдался или флаг у него упал. В общем, неважно. Белые сумели одержать в этой партии победу. И таким образом дополнительное очко получает у нас китайский гроссмейстер Юин Гуй. Таким образом, включая классические партии и Армагеддон, только одна партия завершилась результативно. Юин Гуй в Армагеддоне сумел обыграть Фабиано Круану. Все остальные партии, фантастично, как бы это ни звучало, закончились в ничью. Даже в Армагеддоне. То есть, настоящий рыбный день у нас был, соответственно, сегодня в Ставангере. Поэтому мне не остается ничего иного, как вместе с вами посмотреть результаты пятого тура, результаты Армагеддона и после этого посмотреть финальное положение после пяти туров. Внимание на экран. Результаты участников пятого тура супертурнира Альтибокс Норвей Чес, который проходит в Ставангере, вы видите на ваших экранах. Ничейная засуха поразила всех участников и все партии классической части завершились в ничью. В ничью сыграли Максим Вашевограф с Магнусом Карлсоном, Уэсли Со с Виши Аннандом, Юин Гуй с Фабиано Круаной, Дельнежень с Оливоном Ароняном и Шахрияр Мамедьяров с Александром Грещуком. Таким образом, все пары ушли у нас на Армагеддон. И результаты Армагеддона мы с вами также видим на экране. Максим Вашевограф не смог обыграть Магнуса Карлсона, поэтому дополнительное очко получает чемпион мира. Уэсли Со не смог обыграть Виши Аннанда, дополнительное очко получает Виши Аннанд. Юин Гуй обыграл Фабиано Круану в достаточно драматической борьбе. Дельнежень не смог обыграть Ливона Ароняна, дополнительное очко получает Ливона Аронян. И Шахрияр Мамедьяров проиграл Александру Грещуку, дополнительное очко получает Александр Грещук. Таким образом, положение участников после пяти туров следующее. Магнус Карлсон первое место, Юин Гуй второе место, Ливона Аронян Уэсли Со делят с третьего по четвертое место, Дельнежень Виши Аннан делят с пятого по шестое место, седьмое место Шахрияр Мамедьяров, восьмое место Фабиано Круана, девятое место Максим Вашевограф, и по-прежнему пока всего лишь десятое место, последнее, занимает россиянин Александр Грещук. Впереди у нас еще четыре тура. Уважаемые зрители и подписчики, если обзор вам понравился, то поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски на моем канале. Если вдруг вы не посмотрели обзор предыдущего тура, то щелкайте по левой конечной заставке, следующий тур можете щелкнуть по правой конечной заставке, не забывайте подписываться на канал, щелкнув на круглую кнопку посередине. На сегодня же это все, с вами был Олег Саламаха, играйте в шахматы, любите шахматы, всем пока!